Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан Эта неделя началась не только вовремя, но еще и раньше положенного времени Закономерно, что совещание правительства началось с минуты молчания В память жертв теракта в торговом центре Крокус-Сити в Подмосковье Хабиров, выдержав несколько секунд торжественного стояния молча Заявил, что этот теракт это ни много ни мало А удар по стране, людям и единству Вот это очень важный момент Судя по всему, пресловутое единство начало приобретать в головах российских чиновников Собственную особую субъектность Это самое единство, оно уже такое стало в их воображении существующим единством Что ему уже даже начало что-то угрожать Ну, по их, по крайней мере, фантазиям Увы, должен констатировать, что это мифическое, мифологическое единство Существует действительно только в фантазиях российских чиновников Ну, еще в отчетах Центроизбиркома Может быть, это и неплохо Потому что то, что они вкладывают в этот термин Вовсе не содержит в себе реальных, настоящих интересов страны и населения Это все то, что им очень хочется видеть и думать Все то, что их там спасает от упреков И неминуемо угрожающего распада той конструкции власти Которая существует сейчас в России Вот это единство, это то, за что они уцепились Как за соломинку утопающей Но, тем не менее, они постоянно твердят об этом единстве И вот теперь этому единству угрожают террористы Ну, хорошо, оставим это смутное заявление на совести Хабирова И посмотрим, что же случилось на этой оперативке дальше Видимо, в связи с траурными днями и мероприятиями в России Хабиров отказался от дежурных поздравлений с днями рождения Глав районов и муниципалитетов И перешел к краткому обзору случившегося на прошлой неделе Он подробно остановился на том, что на минувшей неделе Встретился с руководителем Сбербанка Германом Грефом в Москве И, как выразился Хабиров, они обсудили ряд новых проектов Ради Фаритович не уточнил, о чем конкретно идет речь Но мы все-таки держим в уме ситуацию с Башкиров-Тодором Зависшую ситуацию с Башкиров-Тодором И если наши опасения оправдаются То в ближайшее время мы можем увидеть на горизонте Некую оздоровительную ОООшечку Возглавляемую азербайджанскими собственниками И эта оздоровительная ООшечка будет набита под самые Не хочу сбербанковскими деньгами И в связи с этим, с этим самым как бы оздоровлением Которое уже случилось по подобному сценарию В некоторых регионах Российской Федерации Мы узнаем о том, что, например, Ильдар Юланов Арестованный нынче экс-директор Башкиров-Тодора Будет признан виновным всего лишь в каких-то мелких правонарушениях Допущенных на рабочем месте Ну и с миром отпущен на какой-нибудь маленький-маленький условный срок А то и вовсе за какой-нибудь штраф Если мы вот это действительно увидим в ближайшее время То подтвердится предположение о том, что действительно существует Вот этот торг и обмен освобождения Юланова И сокрытие от следствия всех многомиллиардных схем Башкиров-Тодора В обмен на активы этого главнейшего, важнейшего Инфраструктурного предприятия Республики Башкортостан То есть есть подозрения о том, что Хабиров пытается Поменять решение вот этого очень щепетильного для него вопроса На активы Башкиров-Тодора Пока мы так не утверждаем Но мы уже все больше и больше предполагаем Что эта схема сейчас реализуется Завершая вступительное слово Хабиров упомянул о том, что он открыл восточный выезд на прошлой неделе И попенял городским властям в том, что у нас не завершился второй этап Сооружения этого восточного выезда Собственно соединение улицы округа Галля с восточным выездом Вторая очередь для нас имеет важное значение То есть мы М5 должны соединить с М7 Это объем безусловно значительно меньше Но непростая там история У нас же там проектирование идет Значит, у нас уже там сносы идут потихонечку Вот город должен проявить, Сергей Петрович, должную активность Договорились? Там графики не срывать Все, мы деньги найдем на это И тогда вообще вот этот вот проект У нас, как говорится, будет завершен Ну, как я много раз говорил Пожалуй, что, в принципе, лишает всякого смысла этот восточный выезд Потому что без соединения с улицей округа Галля Сквозной проезд невозможен А ездить по городу на большегрузных автомобилях, как-то, знаете, не с руки В общем, Хабиров потребовал от администрации УФИ Должной активности в соединении восточного выезда с улицей округа Галля Ну, заодно ко всему этому Хабиров еще пообещал всяческое содействие И даже каких-то денег пообещал Остается непонятно, были ли выделены деньги ранее на вот этот второй этап И куда они делись, если были выделены И если они не были выделены, то закономерный вопрос, ну как же так В общем, конечно, тут немножко смутная какая-то картинка с этим восточным выездом Будем наблюдать Рабочим порядком обсудили ситуацию в ЖКХ и на дорогах Ирина Александровна Голованова на голубом глазу заявила Что за минувшую неделю в ее ведомстве аварий в ЖКХ не было, ноль За период с 18 по 24 марта в республике аварийных отключений коммунальных ресурсов С превышением допустимой продолжительности перерыва их предоставлений не зафиксировано Ну, судя по всему, отключение электричества в половине Черниковки В ночь с 21 на 22 марта Ну, просто, наверное, почудилось жителям Черниковки Ну, показалось, может, в глазах что-то потемнело Ну, вот так это, по крайней мере, выглядело Правда, Ирина Александровна объяснила Что, оказывается, теперь есть другой норматив Что считать аварии, а что не считать И если электричество в домах отключается менее чем на 24 часа По новым нормативам ЖКХ То теперь это вовсе не авария, а всякая там, как говорится, мелкая фигня О которой даже говорить не стоит 25 марта в Калининском и Роженкинском районах города Уфы Произошло аварийное отключение электроснабжения Без превышения недопустимой продолжительности перерыва их предоставления В связи с повреждением кабельной линии Продолжительность отключения состояла 11 часов При норме 24 часа Под отключением оказалось 56 домов Но позвольте, это какая-то новая методика То есть, понимая, что количество нештатных ситуаций в ЖКХ только растет Вместо того, чтобы бороться с ними и предотвращать их в первую очередь ЖКХ начинает заниматься тем, что они просто увеличивают для себя норматив Вот нормальности, да, извините, не по-русски получилось То есть, раньше, значит, до 8 часов, теперь до 24 часов Но так скоро они скажут Да, если и на месяц отключили электричество, ничего страшного По нашим документам это считается нормой Но, простите, а нам-то от этого легче? В общем, конечно, очень странно получилось у Головановой Отчитаться об этом инциденте Или об этой аварии Так назовем вещи своими именами Но, тем не менее, Ирина Александровна продолжает просто отрицать существование каких-либо проблем в ЖКХ Какое-то время, наверное, это будет работать Какое-то время, наверное, это будет умиротворять Хабирова Но однажды случится что-то совсем нехорошее Какой-то черный лебедь в ЖКХ прилетит, что-то накроет И потом они что, новые нормативы придумывают, что ли? Не знаю, непонятно совершенно Вслед за Головановой с не менее бодреньким выступлением Был вызван Клебанов Александр Владимирович Который нас ведает дорогами и транспортом Который сообщил о том, что ситуация с ДТП Смертностью и травматизмом на дорогах продолжает оставаться прежней Показатель смертности в ДТП по-прежнему превышает прошлогодний Уже 65 человек погибших в Башкирии за 2024 год Что на 19 больше, чем в прошлом году, согласитесь Практически на 30%, ну на 25 как минимум Мы превышаем прошлогодний показатель Хабиров уже даже перестал упрекать на самом деле Клебанова в этом Понимая, что, видимо, ничего не получится Что-то немножко, чуть-чуть краем поговорили о том Что надо бы уже задуматься о ямочном ремонте Но попутно сейчас будет, Александр Владимирович, ваш доклад И, Александр, вам говорю Сейчас острая проблема станет, это ямочный ремонт Уже дороги вскрылись И уже, значит, мы видим, что надо активно выходить Пока, значит, холодным асфальтом Но постепенно начинаете эту работу разворачивать Ладно? Вас касается в части ваших дорог Внутри, значит, дворов Ваши касаются все остальные дороги Вот обязательно надо сделать Как-то так уж совсем, так, знаете, между делом об этом поговорили При том, что снег и лед в основном сошли По крайней мере в городской черте с дорожного покрытия И то, что мы увидели, конечно, не может не ужасать В частности, вот я достаточно часто езжу по улице Зорги Но такое ощущение, что все-таки кто-то бомбил улицу Зорги Несмотря на то, что вот эти вот ужасные и страшные снаряды Из Белгородской области до Башкирии все еще не долетают Но ощущение такое, что долетают Как бы вот, судя по размерам воронок Огромных ям Потерь в асфальтовом покрытии Это вот не менее как Артобстрелом можно было достичь Но тем не менее башкирские чиновники и башкирские дорожники Добиваются подобного состояния дорожного полотна Даже без участия вот этого зловредного и богомерзкого Украинской армии и всевозможного ВСУ То есть у нас мы обходимся пока без этого Мы можем создать эффект бомбежки без участия противника Далее заслушали доклад исполняющего обязанности Министра здравоохранения Роберта Иштукова На тему о мерах, направленных на повышение доступности И качества медицинских услуг в Республике Башкортостан Мы, кстати говоря, постепенно начали уже забывать о том, что В природе существует еще и настоящий министр здравоохранения Айрат Архматуллин, который до сих пор, судя по всему, не оправился От предновогодней автоаварии Хотя, по свидетельству очевидцев, он был замечен и на рабочем месте И в здании Министерства здравоохранения Но почему-то до сих пор доклады на оперативках делает человек его замещающий Вот этот Роберт Иштуков По свидетельству коллег и работающих с ним специалистов Человек, конечно, квалификации сильно, существенно ниже Чем у Архматуллина Но, тем не менее, чем-то он мил Хабирову и делает доклады Так вот, Иштуков воодушевленно рассказал Радио Фаритовичу О том, как процветает башкирская медицина И о том, как постоянно возрастает доступность этой медицины для населения В частности, он сообщил, что в 2023 году Было построено 5 новых объектов здравоохранения Новых 5 98 быстровозводимых конструкций Судя по всему, речь идет об этих самых вагончиках, которые они называют фапами Фельдшерско-акушерскими пунктами, которые понавтыкали в разных деревнях Также было капитально отремонтировано 139 медицинских учреждений Закуплено 4233 единицы медицинской техники и 185 единиц медицинского транспорта Ну, в целом, конечно, статистически все выглядит очень радужно, прекрасно и замечательно Но я бы заострил внимание наших зрителей на вот этом параметре Доступность качественной медицины Вот насколько это достигается в башкирии Потому что из всех углов, из всех утюгов, из всех источников Звучит о том, что люди не могут попасть на прием, например, к узким специалистам Иногда они могут попасть на прием к просто специалистам Там один терапевт на 800 многоквартирных домов и так далее, и так далее, и так далее Вот с одной стороны звучат вот эти бравурные доклады Минздрава О покупке там 185 автотранспортных средств Кстати говоря, это не скорые помощи Это просто какие-то жигули, которые выдали поликлиникам и больницам И на них, как правило, перемещается администрация этих медицинских учреждений А вовсе не врачи Вот эти бравурные доклады, они существенным образом диссонируют с реальной картиной Которая складывается в медицинском обеспечении для обычного населения Ну, наверное, мы все это и так знаем Хабиров, выслушав доклад из Штукова, попенял Чуть-чуть попенял, буквально легонечко попенял Минздрава у Республики Башкортостан за срыв в выполнении целевых показателей Нацпроекта по здравоохранению Напоминаю вам, что мы, по-моему, два показателя не выполнили по нацпроекту И оба показателя ваши Это медицинские кадры Это такая нетравиальная задача, она непростая Я глав муниципалитетов тоже всех на это обращаю внимание Работайте с этим вопросом В частности, речь идет об обеспечении Республики медицинскими кадрами Вот здесь просто катастрофа Врачи и медицинский персонал активно бежит от башкирской медицины в разные стороны Куда только можно В Тюмень, в Татарстан, в Пермский край Куда только не уезжают хорошие специалисты Потому что зарплата медицинских работников в Башкортостане ниже, чем в среднем по отрасли Обеспеченность, техническая обеспеченность медицинских учреждений Как правило, достаточно плохая Люди жалуются на отсутствие расходных материалов, некоторые техники и так далее То есть, врач и медицинский персонал Это люди, которые хотят оказывать помощь больным Но имея для этого определенные средства и возможности Когда этих средств и возможностей нет Естественно, качество оказания помощи падает Люди не хотят плохо работать Они хотят работать хорошо Ну и, конечно, зарплата Зарплата здесь вообще горе То есть, либо колоссальные троекратные переработки Чтобы получить человеческую зарплату Либо нищенская зарплата Вот такой выбор сейчас стоит перед врачами и медицинскими работниками Хабиров, впрочем, потребовала разбора полетов По факту срыва вот этих показателей нацпроекта Потребовала от Иштукова назвать те муниципалитеты Которые не смогли привлечь медицинские кадры Или не смогли сохранить ранее существовавшие медицинские кадры в этих муниципалитетах Как муниципалитеты отработали? Какие меры поддержки были в муниципалитетах? Покажите 10 муниципалитетов, которые, значит, хорошо отработали 10 в красной зоне, прям покажите их Ладно, мы, значит, пусть люди видят, почему они дорабатывают Правительство, судя по всему, переложило обязанность О обеспечении медицинских кадров техникой, зарплатой и прочими благами Переложило на муниципалитеты Это очень удобно, согласитесь Главе района втолкнуть задачу А ты сделай так, чтобы врач у тебя остался Найди ему квартиру, машину, зарплату и так далее Неважно где, нас не интересует, где ты это найдешь Сделай так А как глава района может это сделать, если он сам гол, как сокол? Если у них бюджет вот совсем чуть-чуть, еле-еле не хватает даже, как говорится, украсть что-нибудь Как он может обеспечить врача там или фельдшера или кого-то еще Или какого-нибудь хорошего узкого специалиста, который постоянно смотрит в сторону прекрасной казанской клиники, чтобы там работать Как он может обеспечить? Да никак Но Хабиров предпочитает переложить, как говорится, с больной головы на здоровую Вообще оперативное совещание на этой неделе имело довольно странную структуру На две пятых эта оперативка состояла из докладов, которые, ну по сути, не имеют никакого отношения к деятельности правительства Потому не стану утомлять вас, почтенная публика, пересказами отчета, например, представителя российских железных дорог об успехах на территории Республики Башкортостан Ибо никакого реального отношения к деятельности башкирского правительства этот доклад точно не имеет Ну и тем более не стану обсуждать доклад какой-то там тетеньки, директора частного хлебокомбината в Стерлитамаке Которую вызвали в правительство и попросили отчитаться об успехах хлебопечения в Стерлитамаке Тут вообще складывалось ощущение, что это какая-то рекламная акция То есть коммерческий хлебокомбинат взял и прорекламировал себя прямо в эфире оперативного совещания целого правительства, целого региона А может кто-то там в правительстве приторговывает рекламным временем на этих оперативках Вот была бы потеха С одной стороны, да, хорошая реклама для предприятия Смотрите, мы тут, значит, на каком уровне, да еще и тут нас хвалят и поголовки гладят и обещают помочь С другой стороны, ну простите, это все-таки государственное мероприятие и вообще за государственные деньги Зачем нам нужна вот эта тетя, директор хлебокомбината в городе Стерлитамаке? Завершающая часть оперативного совещания носила весьма скандальный характер Хабиров с листа зачитал справку по проверкам качества школьного питания Ну, в частности, он перечислил такие выявленные нарушения Отсутствие маркировки на продуктах Повторная заморозка продуктов Нарушение условий хранения продуктов Ненадлежащее санитарное состояние помещений Где производится питание школьников И продукты готовятся и, как говорится, складируются Справка сопровождалась вопиющими фотоматериалами Как сказал Радий Фаридович, правда, фотоматериалы эти нам не показал Наиболее распространенными нарушениями санитарной эпидемиологической нормы правил Является отсутствие маркировочных этикеток на полуфабрикатах И готовой продукции Нарушение условий хранения продуктов Повторная заморозка продуктов Ненадлежащее санитарное состояние помещений Для приема пищи, пищеблоков и холодильного оборудования Несоблюдение требований к отбору и хранению в суточных пробах Значит, что я в этой связи попрошу, Оксиан Евгеньевич Вы тогда совместно с Максимом Васильевичем помогите Вот тут вот несколько, тут и фотографии есть Некоторые фотографии, ну, действительно спущают и детей же кормят Вот, надо навести до конца порядок Вернее, порядок-то мы наводим Но чтобы вот такие не появлялись Периодически, я так и говорил, я буду ставить И очень жестоко, ну, жестко буду наказывать тех, кто здесь меня не услышит Ну, совершенно непонятно в таком случае, как это все Коррелируется с совсем недавним бравурным отчетом министра торговли Господина Гусева о величайшем, высочайшем уровне школьного питания в Республике Башкортостан И о том, что Республика Башкортостан занимает там первое место во вселенной По качеству этого школьного питания Вот еще один диссонанс, ровно как у, значит, Головановой Слов и дел То есть они уходят в свою вот эту вымышленную вселенную Время от времени Хабирову приносят там реальные вот эти справки с фотоматериалами Показывают, как все на самом деле ужасно Но они опять охотно окунаются в эти свои вымышленную реальность В которой все прекрасно, все качественное, все свежее Мясо отечественное Дети сытые, довольные, значит, поедают шашлыки Во время школьных обедов улыбаются и благодарят дорогого Ради Фаритовича Вот этот вот диссонанс, вот этот вот противоречий Который они сами же, собственно, и демонстрируют Они, конечно, наводят на определенные мысли Заодно Хабиров отчитал БРСК Это такая структура, которая у нас занимается в Башкирии В частности, вот этими картами оплат и ОЛГО и прочими вещами Так вот, эта БРСК получила втык за то, что они критически сократили Количество терминалов оплаты в школах То есть там, где дети могли платить за свое питание Через вот эти социальные и внутрибашкирские карты Там БРСК себя не должным образом здесь ведет Потому что это его терминалы должны работать Почему они так сократили количество терминалов? Теперь, значит, этих терминалов стало мало БРСК, видимо, посчитало ненужным их содержать, обслуживать и прочее Но и вот Хабиров возмутился И опять почему-то призвал глав муниципалитетов Следить за качеством школьного питания и так далее То есть получается опять какой-то диссонанс Гусев будет рассказывать про успехи организации школьного питания, министр А вот главы муниципалитетов будут следить за тем, чтобы это питание было хоть сколько-нибудь приемлемым В общем, ну очень странно все это Еще впервые за 2024 год заговорили о ямочном ремонте Все-таки снова заговорили, один раз упомянули, а сейчас прямо заговорили Хабиров при этом назвал эту проблему маленькой Есть, говорит, такая маленькая проблемка? Ямочный ремонт Маленькая проблема, но очень раздражающая людей Вновь уже в третий раз потребовал от глав муниципалитетов находить внутренние резервы для осуществления этого ямочного ремонта То есть возможно я что-то упустил Может быть я где-то какой-то документ не прочитал Или какое-то фундаментальное изменение в структуре российской власти Но складывается ощущение, что теперь движущей силой экономики, социальной политики и развития региона являются немало, немного, а именно муниципалитеты Находить внутренние резервы Не правительство, не Минфин, не Минэкономики, а именно муниципалитеты Потому что им сейчас поручено подбор медицинских кадров Строительство инфраструктурных объектов гигантской стоимости Организация школьного питания, ямочный ремонт Это все Хабиров постоянно говорит Главы муниципалитетов, главы муниципалитетов, займитесь, займитесь, займитесь Либо это попытка переложить с больной головы на здоровую Мы уже слышали о том, что Хабиров, по сути, начал свою предвыборную кампанию И, естественно, ему нужно с себя сбросить весь негатив Битые дороги, главы муниципалитетов Сбежали врачи и медсестры из больницы, главы муниципалитетов Не достроили восточный выезд Глава администрации Уфы виновата А он-то нет, он же не виноват, он же с Грефом беседует Затирает там свои вопросы по Башкиров Тодору Вот получается такое странное разделение Посмотрим, примет ли это какое-то развитие в ближайшее время Но такое ощущение, что да Решили, как говорится, разделить мух и котлет То есть все негативные моменты будут лежать на шее муниципалитетов А все победы и перерезанные ленточки будут доставаться в ближайшее время Хабирову Как претенденту на второй срок в должности главы в Республике Башкортостан Редактор субтитров А.Семкин